Нам хотелось бы написать версию Unfold, которая пророждает не только бесконечные списки, но может порождать и конечные списки. Для того, чтобы обеспечить такую функциональность, нам нужно познакомиться с еще одним полезным типом данных, который имеется в Haskell. Этот тип данных называется Maybe. Этот тип данных предназначен для расширения других типов данных одним дополнительным значением, которые выражают следующую идею. Значение отсутствует. Давайте посмотрим, как устроен тип данных Maybe на некоторых примерах. Итак, тип данных Maybe содержит два конструктора. Первый конструктор называется Nothing. Он как раз выражает идею, что данных нет. Мы видим, кстати, что Maybe это тип с параметром, похожий на список. Мы увидим потом, что Maybe действительно довольно похож на список. Второй конструктор, как у списка, у Maybe два конструктора. Это конструктор, который зовется Just. Этот конструктор устроен немножко посложнее. Он однопараметрический. То есть для того, чтобы сконструировать, положить некоторое значение в коробочку Just, мы должны передать туда некоторое значение, и оно, результатом нашего применения Just к какому-то значению, будет тип Maybe, тип этого значения. Ну, например, если мы спросим, чем уравняет, положим туда булево значение, Just true, мы получим, что это значение типа MaybeBull. Вообще говоря, в типе Bull, как мы знаем, содержится два значения, True и False. Мы можем спросить, чем уравняется JustFalse. И мы увидим, что тоже тип MaybeBull. Но в типе MaybeBull, помимо значений JustTrue и JustFalse, присутствует еще значение Nothing. То есть наш булев тип с помощью упаковки в контейнер Maybe получил некоторое дополнительное значение, маркирующее следующее соображение. Ответ нам неизвестен. То есть там ничего не лежит. То есть либо лежит булево значение, просто булево значение в переводе с английский, либо ничего не лежит. Контейнер Maybe на самом деле очень похож на список. Это такой обрезанный список. Это список, в котором содержится либо 0, либо в точности один элемент. Фактически, если мы будем смотреть на Just как на Nothing, как на просто на квадратные скобки, а на Just как на квадратные скобки, окружающие некоторое значение, то мы можем увидеть, что да, это в общем очень похожие конструкции. Единственное, что у нас здесь нет техники строить более длинные конструкции. То есть если в списке лежит 0, 1 или много значений, то Maybe можно рассматривать как контейнер, в котором лежит либо 0 значений, либо просто одно значение. Тип данных Maybe активно используются в стандартной библиотеке Haskell. Например, в модуле DataList, который мы импортировали, определены несколько полезных функций поиска. Давайте изучим одну из них. Это функция с естественным для функции поиска именем Find. Если мы спросим про тип функции Find, мы обнаружим, что функция Find принимает некоторый предикат, принимает некоторый список, и что она должна делать? Она должна искать в списке значения, удовлетворяющие соответствующему предикату. Результатом поиска могут быть две ситуации. Во-первых, мы можем найти в списке значения, удовлетворяющего предиката. Тогда мы могли бы вернуть это значение. Но поиск может быть и неудачен. В списке может не найтись значения, удовлетворяющего предиката. В этом случае мы должны каким-то образом маркировать этот факт. В Haskell это сделано с помощью использования типа данных Maybe. Если у нас поиск успешен, то возвращается значение, упакованное в контейнер Just, найденное нами значение, и мы его потом с помощью сопоставления с образцом можем вынуть из этого контейнера. Если же поиск неудачен, то возвращается значение Nothing, явным образом показывая, что в нашем контейнере нет значения, удовлетворяющих соответствующему предикату. Давайте посмотрим на простые примеры. Например, будем искать нечетные числа. FindOdd. От это предикат истинный на нечетных числах и ложный в противном случае. Ну вот в списке, например, 1, ну давайте, 2, 3, 4. Нечетные числа есть. И действительно найденное нечетное число возвращается нам в качестве результата. Если же мы в качестве списка передадим список, в котором нет нечетных чисел, то функция Find вернет нам Nothing. Другим примером функции стандартной библиотеки, в которой используется тип Maybe, является тоже функция поиска, тоже определенная в дата, в модуле DataList. Это функция LookUp. Функция LookUp работает следующим образом. Она ищет значение типа А, но значение типа А это ключ. То, что здесь передается в качестве второго аргумента, это так называемый ассоциативный список. То есть это список пар, в который первый элемент рассматривается как ключ, а второй элемент как значение. В этом списке, естественно, нет никаких ограничений на уникальность ключа, но тем не менее ассоциативный список это довольно полезная структура данных. Итак, что здесь происходит? Мы ищем в списке по ключу некоторую пару. Если такая пара находится, пара с таким ключом, то мы возвращаем значение типа B, упакованное в контейнер Just. Если же пара с таким ключом не находятся, что возвращаемым значением служит значение Nothing. Ну, например, давайте построим какой-нибудь ассоциативный список. Ну вот, чего-нибудь такого типа. Пара с ключом 2 у нас имеется и вернется соответствующее значение из этой пары, упакованное в контейнер Just. Ну, а если мы будем искать пару с ключом, скажем, 4, которого нет в нашем контейнере, то вернется значение Nothing. Мы видим, что тип данных Maybe довольно полезен для выражения некоторой идеи отсутствующего значения и для того, чтобы реализовать наш unfold, завершающийся при каких-то условиях, мы этот тип данных и используем.